МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в основном шла подготовительная работа к реализации данного проекта. И в основном будут обсуждаться планы на 2020 год, поскольку основа здравоохранения то, что может повлиять и на заболеваемость, и на раннюю выявляемость, и в конце концов на снижение смертности, это, безусловно, повышение качества работы именно первичной медико-санитарной помощи, первичного звена. Сегодня немалые средства выделяются на отрасль здравоохранения для закупки современного оборудования. Планируется до 2024 года приобрести 31 мобильный комплекс разной комплектации для осмотра больных, проведения профилактической работы и обследований. В том числе закупит передвижной центр здоровья, мобильный цифровой маммограф и 8 цифровых мобильных флюорографов. В период до 2024 года нам просто крайне необходим поставить в медицинской организации 21 эндоскопическую стойку, 132 аппарата для функциональной диагностики, включая ЭКГ, систему эндориумного артериумного давления, подпись и мониторинг, спирографы и 32 аппарата ручевой диагностики. Это эммографы, стационарные пироги и регионаппараты. О кадровом обеспечении и повышении качества медобслуживания говорил на заседании глава региона. Сергей Морозов отметил, что в следующем году начнется реализация проекта «Мобильный фельдшер», суть которого заключается в предоставлении транспорта докторам, оказывающим медицинскую помощь жителям нескольких населенных пунктов. Также глава региона подчеркнул необходимость создания летучих бригад, которые будут проводить ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Кроме этого, переформатирование работы требуется поликлиническому звену. Нам необходимо создать такой своеобразный суперсервис, доступный каждому через компьютер или телефон. Мы знаем, как это делать и уже изучили соответствующие опыты как внутри России, так и за пределами. Глава региона поздравил лучших специалистов отрасли, присвоив им почетное звание заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области, а также вручил сертификаты на миллион земским врачам. Хороший, требовательный, ответственный главный врач. Скорее всего, поэтому я ощутил его энергию и пришел в этот город работать по программе «Женский доктор». Все поручения по итогам коллегии будут учтены. Они станут частью программ модернизации первичного звена здравоохранения Ульяновской области, по которой в период с 2020 по 2025 года планируется привести в нормативное состояние 86 объектов, где населению оказывается первичная медико-санитарная помощь. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новость Селл. Правда. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова